Слава Богу! Мы спели этот псалом, прекрасный, да, который говорит о том, хочешь жить под защитой Его. Если мы желаем жить под Божьей защитой, то мы должны поспешить к Нему, то есть жить с Ним, жить для Него. И я думаю, что все мы хотим, чтобы Божья защита была на нас, на наших семьях, на наших детях, в жизни нашей, во всех обстоятельствах. Сегодня у нас служение будет больше так к детям обращено. Мы будем совершать молитву за дочь наших друзей, людей и Жени, которые хотят принести свою дочь Господу, посвятить ее на служение Господу. И я хотел бы немножко вначале поговорить с нами именно на основании Священного Писания о той ответственности, которую Бог возлагает на нас, на родителей. На именно ту ответственность, которую Бог дает нам, вручая нам детей. Фактически, Бог дает нам детей на определенное время. Он дает нам детей на определенное время. И зависит, как мы это время используем для их блага. И, знаете, приходит время, особенно эти самые первые детские годы, которые Бог поручает нам детей, дает нам возможность на них влиять, то есть воздействовать, влаживать в них. И это самые эффективные годы для того, чтобы научить детей наших. Написано 22 глава притч, да, где говорится о том, что «Настав юношу при начале пути его». Это притч, это будет 22 глава, 6 стих. «Настав юношу при начале пути его». Он не уклонится от него, когда и состареется. Интересное слово, да? «Настав юношу при начале пути его». Мы иногда думаем и видим над людей, как они живут, и не всегда они служат Богу. И, может быть, одной из самых важных проблем в этом, что их родители не использовали то время, которое им было дано Богом, чтобы вложить в их истину Божию. И Слово Божие, оно нам говорит, Ефесянам написано, 6 глава, что «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». Ну что? Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Слово Божие нам говорит и наставляет нас именно о том, что мы должны делать в нашей жизни. Знаете, мы замечаем вот такое, да, и у нас в церкви очень в этом году многие наши молодые родители, которые недавно поженились, они имеют детей, да, и они счастливы. Я подхожу иногда, спрашиваю, и они радуются детьми, и мы с ними радуемся. Знаете, и это прекрасно, это очень прекрасные чувства, это очень прекрасные положения, когда люди радуются детям, которые Бог дает. Но знаете, кроме того, что Бог дает нам в этом радость, Бог дает нам еще огромную ответственность за их жизнь, за их судьбы, за их будущее. Бог на нас возлагает огромную ответственность за наших детей. Я хочу привести вам пример одной семьи, так само в Израиле было, и написано очень так просто, что это книги «Исход», вторая глава. Здесь такое краткое повествование, которое нам говорит об одной семье. Вторая глава, «Исход» с самого начала. «Некто из племени Левина, здесь даже имя его не указано, написано один человек, некто, даже имя не указано, из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени». Одно, что говорится, что он не пошел где-то с другого народа брать жену, да, он взял с того же племени, даже из Израиля и даже с колена Левина, своего же племени. Жена зашила, родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца. Я думаю, что все родители считают, что их ребенок очень красив, да, очень красив. Как-то на неделе брат Петя говорил, люди иногда восхищаются своим ребенком, да, такой прекрасный. Другой со стороны смотрит, думает, ну, что в нем такого особенного, да? Что в нем особенного? А родители восхищаются, это прекрасный ребенок. И здесь написано, они видят, что он прекрасен, он красивый. Они скрывали его. Как скрывали? Было дано повеление, что всех мальчиков бросать в речку, новорожденных. Это было повеление царя. Это было повеление, это был закон. А они, написано, увидели, что он красив, скрывали его три месяца, но не могли больше скрывать его. «Взяли корзинку из тростника, осмолила ее, это мама, асфальтом и смолою, и положила в нее младенца и поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться. Я не думаю, что мы сейчас мыться выходим на реку, да, но, может, речки чистые были тогда. И прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. И открыла, и увидела младенца. И вот дитя плачет. И жалилась над ним и сказала, это из еврейских детей. И сказала сестра его, этого мальчика, дочери фараоновой, не сходить ли мне и позвать ли тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца? Дочь фараонова сказала ей, сходи. Девица пошла, призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей, возьми младенца сего и вскорми его мне. Я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой. И он был у нее вместо сына. И нарекла имя ему Моисей, потому что говорила она, я из воды вынула его. Вот такая история, да? И она, как вроде бы, не говорит нам очень многого, но когда мы читаем дальше Священное Писание, мы видим, мы видим, что именно вот эти годы, которые кормила мать Моисея, сына своего, я не знаю точно, сколько лет прошло, сколько ей было дано этого времени для того, чтобы вложить в этого ребенка, чтобы его вскормить и чтобы вложить туда свою веру. Но обычно евреи кормили примерно, еврейские мамы кормили примерно 3-4 года ребенка грудью, чтобы он вырос, это раньше, сейчас это изменилось, сейчас поменьше, сейчас уже другие виды питания дают. Но раньше кормили долго детей, примерно 3-4 года в таком возрасте она вскормила его, и написано, она привела его к дочери фараоновой и отдала его. И написано, он был у нее вместо сына. То есть, это дочь фараонова. Она имела все возможности, она имела много средств, она влаживала в него. Написано, когда говорит, Стефан об этом свидетельствует, говорит, что он был воспитан во всей мудрости египетской. Он был воспитан, в него вложили всю мудрость, все возможности. Моисея выучили, высшее образование он получил. И написано, что он был силен в слове и деле. его слове. Его слово, оно имело силу и дело. Моисей, когда вырос, он, он был сильный в Египте. Он был одних из сильных людей в Египте. Написано, он был силен в слове и деле. Но прошло время, прошло много времени. Написано, что спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, увидеть и увидел тяжкие работы их. Увидел тяжкую работу их. Увидел, что их обижали, там написано, били, да, он ступился, думал, поможет, но он ошибся в этом, в этом действии. Но, что я хочу, на что я хочу обратить внимание, именно вот эти годы жизни, несколько лет, которые мама имела возможность вкладывать в это ребенка, его вырастить и вложить туда все, что она могла вложить, она их использовала в это время. Она не только его скормила физически, она вложила в него веру в Бога. И когда мы читаем евреям, евреям, где апостол повествует нам, это есть 11 глава, где говорится о вере, и там вспоминается о Моисее. И говорится 11 глава с 23 стихка, «Верую в Моисей по рождению три месяца скрываем бы родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашили царского повеления». И обратите внимание дальше, что эта вера, которая была в родителях, она передалась на Моисея. И дальше говорится, «Верую Моисей пришедший возраст отказался называться сыном дочери фараоновой». Братья и сестры, неужели ему так плохо было жить в царском доме? Неужели он в чем-то имел нужду? Неужели ему там было в чем-то тесно? он был наследником. Его готовили уже, чтобы быть одним из наследников фараона, заместителем его. И написано, «Верою Моисей пришедший возраст отказался называться сыном дочери фараоновой, а лучше захотел страдать народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». «И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Слава Богу! Мы видим, что насколько сильно была вот эта вера, эта семья, насколько оно имело большую силу, что оно могло поднять эту камень неверия, который окружал Моисея. Он жил среди неверующих людей, идолопоклонников. Он жил среди людей, которые не служили Богу. Египтяне это те, которые служили идолам. И он воспитывался в этом. Он воспитывался. Но вот эта семья, оно имеет такую силу, что оно подняло, вот прошло через глыбы этого неверия, и оно утвердило его. Вы не замечали иногда, что иногда трава проходит через камни? Вот этот росток вроде бы такой нежный, но он пробивает этот путь через камни, и он прорастает. Вот эта вера, она подобна этому. Когда мы вкладываем его в наших детей, она делает свое дело. Знаете, мы находимся в подобной ситуации. Вокруг нас окружает этот мир. Этот как Моисей жил в Египте, он общался, вокруг него были люди неверующие, был этот мир, было идолопоклонство. Так само и мы живем в это время, в этой стране, где нас окружает опасная ситуация. Но очень важно, чтобы мы, имея возможность, ту, которую Бог дает нам, Бог дает нам детей, дает нам это время, чтобы мы использовали это время для того, чтобы вложить в наших детей эту веру, эту семью, посеять семью веры. Вот это есть наша миссионерская работа, это есть наша основная работа миссионерская вложить в наших детей веру. Апостол Павел пишет Тимофею 2 глава 2 послания «Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Иногда мы переживаем, да, за наших детей, за их будущее. Мы живем такое время растления, мы живем такое время, когда беззаконие оно процветает, и мы говорим, как же дети наши, какая же судьба детей наших, что же дети наши будут делать, я не знаю, вы переживаете об этом или нет, потому что дети наши, они столкнутся еще с большими проблемами, но здесь апостол Павел говорит, «Итак, укрепляйся, Сын мой, благодати Христом Иисусом». Это всем нам написано, «Родители дорогие, укрепляйтесь в благодати Божией Христом Иисусом». И дальше он говорит, «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай людям, передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Очень важно, чтобы эта семья, эту веру мы могли передать нашим детям, тем, которым Бог нам вручил. Бог вручил. Это, знаете, это и есть большая ответственность. Бог вручил нам. И мы, как отцы, написано, я напоминал это место, и в Ефесянам говорится, что вы, отцы, в ответе, также и матери, и отцы, это 6 глава 4 стишка, «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их, учение и наставление Господнем». Это не значит, чтобы мы старались, это тоже надо материально обеспечить, да, написано, что дом, имение от родителей, мы должны об этом заботиться, но самое важное, позаботиться о том, чтобы вложить в наших детей веру, вложить в них веру. А еще важнее, вы знаете, иногда бывают дети соблазняются на своих родителях. Вы встречали такое? Что дети соблазняются на жизни своих родителей. Они иногда сталкиваются с делами, с поступками своих родителей, и они соблазняются, они теряют веру. Вы знаете, это очень большая ответственность написанное Слово Божие говорит, что тот, который соблазнит одного из малых сих, он понесет большую ответственность перед Богом. Знаете, я вот сталкиваюсь в это время и смотрю на жизнь моего как бы тестя, да, отца, моей жены, и он уже в преклонном возрасте, ему уже за 80, но было время в его жизни, когда он посеял нехорошее семя в своих детях, нехорошее, и сейчас уже 80 лет, он уже не может за собой ухаживать, он находится на Украине, иногда туда ездить, Валя, моя жена, она была там пару лет назад, и сейчас вот постоянно мы получаем сообщения, и некоторые ездят туда, он в таком печальном положении, он себя не может обойти, он не может приготовить себе покушать, не может себя обойти, и он остался один. Почему? Почему он остался один? был время, когда он приехал сюда в Америку, да, привез детей, одна дочка была замужем, это моя жена, а остальные дети все были маленькие, самой меньшей было 7 лет, вот как наша Амилия, да, и он приехал, побыл здесь пару год, оставил детей и уехал назад на Украину. И дети, особенно меньшие, когда мы им говорим об отце, они говорят, я его не знаю, я своего отца не знаю, он для меня чужой человек. И знаете, написано, что Слово Божие, оно правильно говорит, что есть сение, а есть жатва. Иногда мы сеем, иногда мы сеем, но придет время, обязательно, обязательно в нашу жизнь придет жатва, обязательно, и сейчас, знаете, были разные ситуации, это не то, что дети отказались у него, он много раз приезжал в Америку, приезжал, побудет и уедет, приехал сюда один раз, просрочил гринкарту, его в аэропорту сняли там, забрал иммигрейшн, забрали документы все эти, гринкарты, все, еще мы жили в Вашингтоне, мне пришлось пойти туда в иммигрейшн, ходатайствовать перед этими начальствами, отдали они гринкарту, помиловали, он все уже там, сказал, все, я возвращаюсь назад, буду жить здесь, и все, уехал туда и с концами, знаете, и я смотрю, смотря на эти примеры, которые, как сказать, они не стоят подражания, подражания, им нельзя подражать таким примером, но это для нас уроки, чтобы мы сеяли в наших детей добрые семена, знаете, любое семя, оно прорастет, посеянное, прорастет и плохое семя, прорастет и доброе, очень важно, чтобы мы сеяли в наших детей доброе, когда мы будем сеять доброе, оно вырастет, и мы не должны заботиться, написано, что семя, которое бросено в землю, человек посеял его, и он ходит, встает, ложится спать, и он не видит, как это семя растет, как оно прорастает, как оно начинает расти, он замечает, оно уже выросло, говорит, оно вырастает и приносит плод в свое время, и когда мы сеем доброе семя, оно вырастет обязательно в жизни наших детей, поэтому пускай Бог благословит, братья и сестры, чтобы то время, которое Бог дает нам для наших детей, чтобы мы его использовали, чтобы мы были примером, чтобы мы показали им пример подражания в нашей жизни, чтобы дети наши, они получили вот эту веру, чтобы они приняли эту веру, апостол Павел говорил Тимофею, что вера, которая была в твоей бабушке, да, она была в твоей маме, и я уверен, что она в тебе, эта вера, очень важно, чтобы эта вера, она была посеяна в наших детей, посеяна, и она в свое время принесет плод. Слава нашему Господу! Пускай Бог благословит, братья и сестры, чтобы нам действительно иметь это твердое основание, твердое основание в нашей жизни, о котором говорит апостол Павел в послании Коринфянам, первое послание, третья глава, здесь говорится так, шестого стишка, говорит, я насадил, а полос поливал, а возвращал Бог. Нужен был тот, который должен насадить, да, нужен был тот, который поливает, но возвращает Бог. Насаждающий же и поливающий суть одно, суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы суработники у Бога, а вы Божия Нива, Божие строение. Я подан мне благодать от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос, это самое твердое, самое правильное основание, на котором мы должны строить, на котором мы должны сами строить и строить веру наших детей. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сены, сена, соломы, каждого дела обнаружит, ибо день покажет, потому что в огне откроется, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. здесь апостол Павел говорит о духовном строении, строении церкви, но я верю, что оно также относится к нашему семейному дому, к нашей домашней церкви. Если в нас церкви, если в нашей домашней церкви, в семье строится строение на основании на Иисусе Христе, на этой твердой вели, то тогда оно устоит. Братья и сестры, очень важно, что мы укладываем наших детей с самого детства. Я замечаю иногда наши молодые мамы, папы, стараются детей, чтобы они выглядели красиво. Даже в маленьком возрасте я замечал, у нас нет таких членов церкви, уже сережки прицепили, уже другое цепляют, уже там то и другое, еще маленькие, уже начинают этот мир в них вкладывать. Стараются еще маленькие, уже селфон ему надо, уже какие-то игры, геймы, чтобы ему скучно не было, уже еще что-то от этого мира. Братья и сестры, я хочу вас предостеречь, не старайтесь детей вкладывать в этот мир, старайтесь оградить их от мира. Написано о Моисее, что мама воспитала его несколько лет, и он потом оказался в этом мире. И этот мир не пристал к нему. Он к нему не пристал, он не признал это своим. Написано, он отказался от этого, прийдя в возраст, когда он научился различать доброе и плохого, он отказался от этого. Меня удивляет отношение родителей, еще маленькие детки, и вы уже стараетесь вложить в этот мир, вложить вот то, что этот мир предлагает братья и сестры. Потом мы будем, может быть, пройдет время, мы захочем это возвратить, но будет тяжело, очень тяжело. Мы потом проведем много слез, для того, чтобы наших детей обратить веру, обратить к Богу. Если они полюбят этот мир, то, что мир предлагает, и мы, как родители, начинаем поспешить от этого, вы знаете, потом мы пожалеем об этом. Пускай Бог благословит нас, чтобы мы укладывали в наших детей живую веру, веру в Бога. Это то, что проведет их через всю жизнь. Это то, что поможет им в свое время сделать правильный выбор. Помните Сидрах, Мисах и Авдинага? Они молодыми юношами попали в чужую страну, попали в рабство, попали в плен, они предстали перед царем, их взяли в этот дворец царский, чтобы они там служили, им предложили все условия, все, пожалуйста, от стола царского будете есть, все, всем будете пользоваться, все науки того времени, все в вашем распорожении, все абсолютно, но они сделали твердый выбор. Почему? Они были наставлены в детстве, в их вложена была вера, вера ихних отцов, и эта вера, она дала им эту стойкость, эту твердость, чтобы они не поколебались перед этими искушениями, перед этими прелестями, перед этой карьерой, которая им предлагалась, большая карьера, большие возможности, они от этого отказались, они сказали, нет, мы не хотим вот это царское, мы хотим, дай нам вот это, святое, чистое. И когда они стояли перед печью, перед выбором, они сделали правильный выбор, они говорят, мы не поклонимся, мы не поклонимся, и Бог дал им такую смелость, они сказали, нет, нам даже нужды отвечать тебе, царь, на это. Бог наш, которому мы служим, Он силен сохранит нас от печи, и от руки твоей избавит царь. И мы видим, что Бог вступился, Бог защитил, их вера, она провела их. Братья и сестры, я сегодня хотел бы и себе, и вам говорить, пускай Бог умудрит нас, пускай Бог наполнит нас этим желанием, этой мудростью, чтобы воспитать наших детей правильно, чтобы вложить в них веру, вложить в их эту веру. когда-то человек Божий, Иисус Навин, который вывел народ израильский, который много времени, много своей жизни провел именно в служении народу израильскому, и вот пришел он уже к старости, пришел, уже земля завоевана, уже они завоевали города, те, которые не строили, и вот он обращается к народу израильскому. Это последняя глава, 24-я Иисуса Навина, 13-го стишка, «И дал я вам землю, над которой вы не трудились, и города, которых вы не строили, и живете в них из виноградников и маслич, масличных садов, которые вы не насаждали, вы едите плоды. Итак, бойтесь Господа и служите Ему чистоте и искренности, отвергните Богов, которым служили отцы ваши за рекой и в Египте, и служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которые служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам Амарея, в земле которых вы живете, а я и дом мой будем служить Господу. Это было твердое решение человека Божьего. Говорит, он видел все это, он видел жизнь в Египте, он вышел оттуда. Он знал, кому служили отцы, он знал тех богов, которые за рекой были, которым народ израильский поклонялся, которые погибли там, и он знал Бога живого. И он говорит сегодня изберите, кому служить. Бог вас благословил, Бог вас привел в эту землю, в эти дома, которых вы не строили, вы живете, эти виноградники, которые не садили, вы им и пользуетесь. Но говорит, одно сделайте, изберите, кому служить, или же Богам тем, или Господу. Говорит, а я и дом мой, мы будем служить Господу. И здесь, говорит, народ сказал, что мы Господу будем служить, мы будем Господу служить. Поэтому пускай Бог благословит, сегодня я хотел бы, чтобы мы помолились, чтобы склонились перед Богом, и чтобы в нашей жизни, в наших сердцах, они имели правильное направление, чтобы мы правильно вкладывали в наших детей, эту веру, истинную веру. И эта вера, она проведет, она проведет нас и детей наших через всякие испытания, через всякие трудности, через все она проведет. И мы не должны переживать, мы должны волноваться о будущем наших детей. Нам нужно волноваться о том, чтобы вложить в них веру, истинную веру в нашего Бога. Пускай Бог благословит, давайте и мы склонимся, помолимся Богу Аминь